Тема 24. СССР в Великой Отечественной войне. Параграф 1. Начальный период военных действий. 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. В этих условиях советское руководство предприняло ряд мер, направленных на усиление военной и экономической мощи страны. К 1 июня 1941 года численность армии и флота увеличилась с 1,9 миллионов человек до 5,3 миллионов человек. За счет ужесточения трудовой дисциплины улучшились экономические показатели. 26 июня 1940 года вместо прежней шестидневки с семичасовым рабочим днем была введена семидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем. Несмотря на целый ряд свидетельств о подготовке Германии к войне с СССР, адекватных мер принято не было. Известие о начавшихся 22 июня 1941 года военных действиях стало шоком для Сталина и его окружения. 23 июня была создана Ставка главного командования, в состав которой вошли нарком обороны маршал Тимошенко, председатель, начальник генштаба Жуков, Сталин, Молотов, маршалы Буденный, Ворошилов, нарком ВМФ Кузнецов. Фактическое руководство Ставкой, не собиравшееся в полном составе ни разу, находилось в руках Сталина. Высшим чрезвычайным органом власти стал образованный 30 июня 1941 года и, просуществовавший до 5 сентября 1945 года, Государственный комитет обороны, ГКО, во главе со Сталином. Ход военных действий в первой неделе войны складывался крайне неблагоприятно для СССР. Мощный удар немецкой авиации лишил СССР 1200 самолетов. 800 из них были уничтожены на земле. Оказались выведены из строя сотни танков. Пограничные гарнизоны Красной Армии попали в глубокое окружение, но продолжали героически сражаться. Наиболее известна оборона Брестской крепости с 22 июня до 20 чисел июля 1941 года. Первой реакцией сталинского режима на неуспех советских войск стало усиление репрессий против представителей командования. В том числе 4 июля 1941 года произошла смена руководства Западного фронта. Командующий генерал армии Павлов и начальник штаба генерал-майор Климовских были арестованы и позже расстреляны. Всего в 1941 году было казнено около 20 представителей высшего командного состава. Не менее 35 генералов попало в плен или пропало без вести. Десятки были сняты с должностей. Многочисленные смещения высшего командования были вызваны проявившейся некомпетентностью в военных условиях выдвиженцев 1930-х годов, как в военные, так и в политические руководители. С 10 июля 1941 года советские войска успешно сдерживали армию вермахта в ходе Смоленского сражения, вынудив группу армий-центр под командованием генерала-фельдмаршала Бока с 30 июля перейти к обороне. Смоленское сражение, продолжавшееся до 10 сентября, выявило новые качества Красной армии. В этих боях родилась Советская гвардия. Менее удачно, несмотря на героическое сопротивление советских войск, разворачивались события на юго-восточном и южном фронтах, где действовала немецкая группа армий «Юг» под командованием генерала-фельдмаршала Рундштетта. На северо-восточном участке Советско-германского фронта немецкая группа армий «Север», которой командовал генерал-фельдмаршал Лееп, в августе 1941 года перешла к форсированному наступлению на Ленинград. Немецкие войска сумели выйти к южным окраинам Ленинграда, и после взятий 8 сентября Шлиссельбурга блокировали город. Началась 862-дневная блокада Ленинграда. Жуков на посту командующего Ленинградским фронтом организовал глубоко эшелонированную оборону и, введя суровые меры наказаний вплоть до организации деятельности заградительных отрядов и расстрела отступавших, приказ от 17 сентября 1941 года, сумел ко времени своего отзыва в Москву в начале октября переломить ход событий и стабилизировать фронт. К сентябрю-октябрю 1941 года стал очевиден срыв немецкого Блицкрига. Это сказалось не только на военно-политическом, но и на экономическом положении Германии, поскольку вся ее промышленность была ориентирована на молниеносную войну. Только за первые пять недель вермахт потерял около 200 тысяч человек, свыше полутора тысяч танков и одной тысячи самолетов, то есть вдвое больше, чем за два года войны в Европе. Параграф 2. Решающие сражения Великой Отечественной войны. Итоги начального периода войны, ставшие началом перехода от тактики Блицкрига к стратегическому противостоянию, подвело сражение под Москвой 30 сентября 1941 года, 20 апреля 1942 года. Поражение советских войск в начальный период Московской битвы было обусловлено превосходством сил противника, а также разрозненными действиями войск западного, конев, резервного, буденной и брянского Еременко фронтов. 12 октября 1941 года немцы захватили Калугу, а 14 октября Калинин. В этих условиях Жуков произвел реорганизацию правления фронтами. Наступление вражеских войск через Калинин на Москву было приостановлено. Главную роль в этом сыграли резервы, ставки и части московского ополчения. Тем не менее, вплоть до декабря 1941 года немцы, неся огромные потери, медленно, но неуклонно продвигались к Москве. В ходе второго этапа наступления с 16 ноября по 5 декабря 1941 года немецкие части потеряли свыше 155 тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков, 300 орудий и минометов, полутора тысяч самолетов. 5 декабря 1941 года началось успешное контрнаступление советских войск, положившее конец немецким планам о владении Москвой и ознаменовавшее переход войны в новую фазу стратегического противостояния сторон. Стремясь переломить ситуацию, Гитлер 8 декабря отдал директиву о переходе к обороне на всех участках фронта, а 19 декабря взял на себя командование сухопутными частями вермахта. В декабре-январе были смещены 35 генералов, в том числе Рундштадт, Бокх, Леэп, Гудериан и другие известные военачальники. За дезертирство фашистские военно-полевые суды приговорили к различным видам наказаний 62 тысячи солдат и офицеров. Жесткие меры позволили предотвратить катастрофической для немецкой армии развитие событий и к марту 1941 года стабилизировать фронт на линии Великие Луки, Брянск, Киров, река Ака. Из итогов кампании 1941 года противостоящие стороны сделали различные выводы. Советское командование, прежде всего Сталин, итоги московского сражения положили в основу организации наступлений советских войск по всей линии фронта Ленинград, Демянск, Вязьма, Харьков, Крым. Директива от 8 апреля 1942 года. При этом ошибочно считалось, что активные действия немецкая армия способны вести лишь на московском направлении. Это стало грубейшим просчетом советского командования. В апреле-октябре 1942 года наши войска потерпели серию тяжелых поражений. Под Ленинградом в ходе Любаньской операции была окружена и уничтожена брошенная на прорыв блокады 2-я ударная армия Волховского фронта под командованием генерала Власова, который после своего пленения 13 июля 1942 года стал сотрудничать с немцами. Всего же в районе Мясного Бора погибло и пропало без вести 60 тысяч человек. Крупное поражение советская армия понесла в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции 8 января 20 апреля 1942 года. Потери составили 272 тысячи человек. Неудачными оказались весенние наступления в Крыму и под Харьковом. Крупные соединения до 200 тысяч бойцов попали в окружение в районе Харькова. Советские войска переходили к ожесточенной обороне, концентрируя свои силы на Сталинградском направлении. 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. 17 июля 18 ноября оборонительный этап. 19 ноября 1942, 2 февраля 1943 года наступательная операция. Немецкие войска генерала Паулюса столкнулись с серьезным сопротивлением. Тем не менее 23 августа противнику удалось прорвать фронт и выйти к Волге. В тот же день фашистская авиация подвергла Сталинград варварской бомбардировке и массированному артобстрелу, в результате которых было убито и искалечено около 200 тысяч мирных жителей. В конце августа противнику удалось продвинуться вплотную к городу. 29 августа для координации оборонительных операций советских фронтов в Сталинград прибыл Жуков. Непосредственную оборону в городе вели части 62-й Чуйков и 64-й Шумилов армий. 13-15 сентября в городе шли ожесточенные сражения буквально за каждый метр площади. Общие потери немецких войск в ходе четырехмесячных боев составили 700 тысяч убитыми и ранеными, свыше двух тысяч орудий и минометов, более одной тысячи танков и штурмовых орудий и свыше одной тысячи четырехсот самолетов. 19 ноября 1942 года, севернее Сталинграда, началось контрнаступление советских войск Юго-Западного и Донского фронтов. Через несколько дней наступающие части соединились, окружив 330-тысячную группировку противника. 10 января 1943 года советские войска под командованием Рокоссовского приступили к ликвидации блокированных в районе Сталинграда войск операций «Кольцо». 2 февраля остатки 6-й армии Паулюса сдались в плен. Победа советских войск переросла в наступление по всему фронту от Ленинграда до Кавказа. Войска Ленинградского, Говаров и Волховского, Мерецков фронтов в результате наступательных боев в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа 18 января 1943 года прорвали блокаду города, образовав южнее Ладожского озера коридор шириною 8-11 километров, соединивший Ленинград и Большую Землю, Дорога Жизни. Результаты Сталинградского сражения и зимнего наступления советских войск были закреплены в ходе Курской битвы 5 июля 23 августа, победа в которой знаменовала окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. По мнению немецкого командования, окружение и уничтожение войск Центрального, Рокоссовский и Воронежского, Ватутин фронтов, могли возвратить ему стратегическую инициативу, взять реванш за поражение под Сталинградом. Германское командование сосредоточило на узком участке фронта 50 дивизий, что составляло 20% ее пехотных, 30% моторизованных и 70% танковых сил на Восточном фронте. 5 июля 1943 года они обрушили свой удар на советские части, находившиеся на Курском выступе. Выдержав первый удар противника, советские части перешли в контрнаступление. После ожесточенных танковых боев под Прохоровкой в начале августа 1943 года войска Рокоссовского взяли Орел, а части Ватутина – Белгород. 23 августа был освобожден Харьков. Войска вермахта потеряли убитыми и ранеными более 500 тысяч человек, полторы тысячи танков, 3700 самолетов. Советские войска перешли в наступление по всему фронту, особенно успешное на Украине, и 6 ноября освободили Киев. Попытки немцев вернуть столицу Украины в конце 1943 года закончились неудачей. Начало 1944 года ознаменовало наступление, в ходе которого 20 января был освобожден Новгород, а 27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Количество жертв блокады составило около 1 миллиона человек. Разворачивавшиеся весенние наступления на Юго-Западном фронте привело к освобождению правобережной Украины и Крыма войсками 2-го украинского Конев, 3-го украинского Малиновский и 4-го украинского Толбухин фронтов. 26 марта 1944 года советская армия вышла к государственной границе СССР с Румынией по реке Прут. 23 августа новое румынское правительство объявило войну фашистской Германии, а к середине сентября Румыния была освобождена от частей вермахта. 15 сентября советские войска вступили в столицу Болгарии Софию. 28 сентября 1944 года части советской армии совместно с югославскими войсками приступили к освобождению Югославии. К октябрю 1944 года большая часть Восточной Европы перешла под контроль советских войск. В этих условиях германское руководство согласилось на создание коллаборационистской русской освободительной армии, РОА, под руководством Власова. Общая численность войск РОА достигла 50 тысяч человек, в том числе 5 тысяч воздушные силы. 26 марта 13 апреля 1945 года войска РОА участвовали в боях против советской армии. В мае 1945 года между Веной и Прагой части РОА были разоружены, а руководство РОА арестовано и припровождено в Москву. В 1946 году после суда 12 руководителей РОА во главе с Власовым были повешены. Наступление советских войск в начале 1945 года покончило с основными группировками германских войск. Наиболее значительных успехов советские части добились в ходе Висло-Одерской операции 12 января 3 февраля. В кратчайшие сроки была сломана эшелонированная немецкая оборона и полностью освобождены польские территории. В плен попало около 150 тысяч германских солдат. Успех советских войск был тем более важен, что заставило немецкое командование прекратить наступление Варденнах на Западном фронте против наших союзников. В марте был форсирован Одр и начата Берлинская операция. Параллельно с ней шел разгром германских войск в Восточной Пруссии, где 9 апреля 1945 года капитулировал гарнизон Кёнигсберга. В Берлинской операции участвовали войска 2-го белорусского Рокоссовский, 1-го белорусского Жуков и 1-го украинского Конев-Фронтов. В разгар битвы за Берлин на реке Эльба произошла встреча советских войск с американскими частями. 25 апреля 1945 года начался штурм Берлина. 30 апреля над Рейхстагом было поднято знамя победы. Его водрузили сержанты Егоров и Контария. 2-го мая Берлинский гарнизон капитулировал. Последней схваткой с фашизмом стала Пражская операция. 6-го и 11-го мая 1945 года. 9-го мая Прага была освобождена. 8-го мая в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом Рокоссовский, принимал Парад Жуков. К подножию мавзолея Ленина было брошено 200 знамен немецко-фашистских войск. Парад Победы завершал военно-политическое противостояние СССР и Германии в период Великой Отечественной войны. Параграф 3. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Одной из форм вооруженной борьбы советского народа против фашистских захватчиков стало партизанское движение. 18 июля было принято специальное постановление об организации борьбы в тылу германских войск, в котором давались указания о подготовке партийного подполья, об организации, комплектовании и вооружении партизанских отрядов, а также формировались задачи движения. Общее стратегическое руководство партизанским движением осуществляла ставка ВГК. Непосредственное же взаимодействие с отрядами на местах центральный штаб партизанского движения. ЦШПД. Он был создан решением ГКО от 30 мая 1942 года и действовал до января 1944 года. Начальником ЦШПД был Пономаренко. Широкий размах партизанское движение получило на территории Украины и Белоруссии. Среди руководителей партизанского движения на Украине выделялись Ковпак, Руднев, Федоров, Вершигора. В Белоруссии партизанскими формированиями руководили Корж, Бумажков, Павловский и другие. Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тысяч партизанских отрядов, в которых сражалось свыше 1 миллиона человек. В ходе проведенных операций партизаны уничтожили, захватили в плен и ранили 1 миллион фашистов, вывели из строя 4 тысячи танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос 20 тысяч эшелонов. Основным объектом партизанских диверсий стали коммуникации, особенно железные дороги. Впервые в истории войн централизованно проводился ряд крупных операций по выводу из строя вражеских коммуникаций на Большой территории. С 3 августа по 15 сентября 1943 года на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и части Украины для оказания помощи частям советской армии в завершении разгрома немецких войск в Курской битве проводилась операция «Рельсовая война». В результате магистрали Могилев-Кричев, Полоцк-Двинск, Могилев-Жлобин не действовали весь август. На других железных дорогах движение нередко задерживалось на 3-15 дней. Действия партизан значительно затрудняли перегруппировку и снабжение отступающих войск противника. Опыт рельсовой войны был использован в другой операции под кодовым названием «Концерт», осуществлявшийся с 19 сентября по конец октября 1943 года. В результате партизанских действий 1943 года пропускная способность железных дорог снизилась на 35-40%, что вело к срыву планов врага по накоплению материальных средств и сосредоточению войск. Кроме того, немцы были вынуждены задействовать крупные силы для охраны железных дорог, протяженность которых на оккупированной территории СССР составляла 37 тысяч километров. Партизаны активно срывали отправку в Германию на принудительные работы больших групп населения. Только в Ленинградской области был предотвращен угон 400 тысяч советских граждан. Важное значение имело взаимодействие партизан с частями регулярной армии. В 1941 году в ходе оборонительных боев РКК партизаны преимущественно вели разведку. Однако с весны 1943 года началась систематическая разработка планов с использованием партизанских сил. Наиболее ярким примером эффективного взаимодействия партизан и частей советской армии стала белорусская операция 1944 года под кодовым названием Багратион. В ней мощная группировка белорусских партизан представляла собой по существу один из фронтов, согласовывавший свои действия с четырьмя наступавшими фронтами регулярной армии. Деятельность партизан в годы Великой Отечественной войны получила высокую оценку. Более 127 тысяч из них были награждены медалью «Партизану Отечественной войны первой и второй степени». Свыше 184 тысяч удостойны других медалей и орденов, а 249 человек стали героями Советского Союза, причем Кавпак и Федоров дважды. Параграф четвертый Военная экономика Советского Союза С началом военных действий перед советским народом встали сложные задачи, решение которых было затруднено по причине потери важных в экономическом отношении регионов. В частности, был потерян Донецкий угольный бассейн, где в 1940 году было добыто до 60% всего угля. В целом по стране основные производственные фонды в 1941 году сократились на 28% по сравнению с довоенным временем. Огромный ущерб понесло сельское хозяйство страны. Враг оккупировал территории, где производилось до 87% всего сахара, 50% общесоюзного зерна. Оказались потеряны высокоразвитые зерновые, молочно-мясные совхозы, конезаводы, элитные хозяйства крупного рогатого скота. С первых же дней войны предпринимались попытки по спасению промышленного оборудования предприятий важнейших отраслей экономики. 24 июня 1941 года постановлением СНК и ЦК ВКПБ был создан Совет по эвакуации. После реорганизации Совета его возглавил первый секретарь ВЦСП Шверник. За первые четыре месяца войны правительство сумело организовать вывоз оборудования всех заводов танковой, авиационной, мотостроительной и других отраслей промышленности военного назначения. В кратчайший срок на восток было эвакуировано более 1360 крупных преимущественно военных предприятий. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, далеко не все оборудование, имущество и продовольствие удалось вывезти на восток страны. Уже 29 июня 1941 года последовала директива СНК и ЦК ВКПБ, в которой говорилось, что все ценные имущества, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. В ноябре 1941 года уровень среднемесячного производства был самым низким за все годы войны и составил лишь 51,7% общего объема производства в ноябре 1940 года. По мере освобождения оккупированных территорий Советского Союза восстанавливался ряд отраслей промышленности. Для выполнения этой задачи был создан специальный комитет при СНК, в состав которого вошли Микоян, Вознесенский, Андреев и другие ответственные работники. По окончании Великой Отечественной войны ГКО 26 мая 1945 года принял постановление о мерах по перестройке промышленности в связи с сокращением производства вооружения. Таким образом, был сделан шаг к переводу народного хозяйства на мирные рельсы. На военных заводах началось расширение производства машин и гражданской продукции. В 1945 году, по сравнению с 1944 годом, выпуск военной продукции сократился на 31%. Параграф пятый. Деятели науки и культуры в борьбе против фашизма. Суровые реалии войны внесли существенные изменения в деятельность работников науки и культуры. Часть из них ушла на фронт, оставшиеся перестраивали свою работу в интересах сражающейся Родины. Свыше двух тысяч сотрудников Академии наук СССР сражались в действующей армии, народном ополчении, партизанских отрядах. Уходили в армию деятели культуры. В качестве командиров, политработников и военных корреспондентов в Красной армии служили Шолохов, Фадеев, Симонов, Твардовский, Горбатов, Тихонов, Вишневский, Сурков и другие известные писатели. Всего на фронте в период войны находилась четвертая часть Союза советских писателей. Часть из них погибла, защищая Родину. Среди них сражавшийся в партизанском отряде известный детский писатель Гайдар, а также один из авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» Петров. За годы войны около пятисот писателей были награждены орденами и медалями, десять человек удостоены звания Героя Советского Союза. С первых дней войны стали комплектоваться художественные фронтовые бригады работников сцены, выезжавшие на передовую, дававшие концерты в госпиталях, на заводах. В Москве было создано семьсот художественных бригад, в Ленинграде – пятьсот восемь, на Украине – сто восемь, в Грузии – сто две. Всего за время войны на фронтах побывало около четырех тысяч артистических бригад. Впоследствии они часто преобразовывались во фронтовые театры. В 1942-1945 годах они дали на фронте 441 тысячу спектаклей и концертов и свыше 532 тысяч выступлений в госпиталях. Любовью солдат и тружеников тыла пользовались фронтовые театры Всесоюзного театрального общества. Артисты Русланова, Шульженко, Утесов, Лемешев, Гилис, Ойстрах. Не меньшим был вклад деятелей науки и культуры, оставшихся на рабочих местах. В результате открытия новых месторождений газа снабжалась саратовская промышленность, позднее Москва. Обнаруженные в Среднем по Волжье, Башкирия, нефтяные месторождения по праву получили название «Второго Баку». Джесс-Казганский и Марганец, Казахстан, заменил на заводах Урала Никопольский металл. Месторождений нефти на Эмбе восполнили перебои с поставками закавказской нефти. На восточных территориях СССР были обнаружены и другие крупные месторождения полезных ископаемых, позволившие снабдить военную промышленность необходимым сырьем даже в условиях потери западных территорий страны. Весомым был вклад деятелей науки и в разработку военно-прикладных научных знаний. Советские физики разрабатывали новые методы радиолокации группа академика Йоффе, уточняли баллистику снарядов группа академика ФОКа, создавали новые оптические приборы группа академика Сергея Вавилова, разрабатывали методы защиты советских кораблей от мин Курчатов, Тамм, Александров и другие. Интенсивным было развитие ядерной физики, Харитон и ракетной техники. Под руководством академика Бурденко советские медики на фронтах внедрили единые принципы лечения огнестрельных ранений, ими создавались новые препараты для раненых, Вишневский. Не оценим вклад советских конструкторов в разработку и модификацию военной техники. В массовые производства внедрялись образцы, разработанные еще до войны, самолеты Ил-2, Як-1, Лаг-3, МиГ-3, П-2, танки Т-34, КВ, реактивная артиллерийская установка БМ-13, Катюша и другие. Штурмовик Ил-2, созданный Ильюшиным, стал самым массовым самолетом, выпускавшимся во время войны, более 41 тысячи. Создавались новые образцы военной техники, противотанковые ружья Дегтярева, ПТРД, Симонова, ПТРС, модификации самолетов Ильюшина, Ил-4, Ил-10, Петлякова, П-3, П-8, Яковлева, Як-3. Последний стал самым легким, 2650 килограмм, и маневренным истребителем на Восточном фронте, достигавшим за 4,1 минуты высоты в 5000 метров, превосходя в этом модифицированные немецкие истребители Мессершмитт-109 и Фокке-Вульф-190. Создавались и новые типы самолетов. В мае 1942 года в СССР впервые в мире успешно прошли испытания реактивного самолета. С момента начала войны тема борьбы с немецкими захватчиками, тема подвига советского народа, его исторического прошлого были ключевыми в творчестве писателей, поэтов, музыкантов, художников и режиссеров. Символом борьбы с агрессором стала песня «Священная война» слова Лебедева-Кумача на музыку Александрова. Советские писатели создали многочисленные образцы патриотической публицистики, произведений, освещающих героическую борьбу против фашистских захватчиков. 22 июня 1942 года в годовщину нападения Германии Шолохов опубликовал свой рассказ «Наука ненависти», а вскоре главы из нового романа «Они сражались за Родину». О героической битве на берегах Волги рассказал в своей повести «Дни и ночи» Симонов. Знаменитой стала повесть «Бека» Волоколамское шоссе. Были созданы замечательные образцы поэзии военного времени «Жди меня» Симонова, «Февральский дневник» Берггольц, поэма Твардовского Василий Теркин, стихи Суркова и многих других поэтов. В годы войны широкое распространение получил исторический жанр. Появились романы Голубева, Багратион, Раковского, Генералиссимус Суворов, Шишкина, Емельян Пугачев. Был переработан роман эпопеи Степанова «Порт-Артур». Самыми известными музыкальными произведениями стали «Седьмая симфония Шостаковича», «Увертюра 1941», «Прокофьева» и его опера «Война и мир», «Патриотическая оратория сказаний о земле русской» и Шапорина, балет «Гаяне» Хачатуряна. За годы войны было отснято около пяти миллионов метров фронтовой кинохроники. Созданы фильмы «Секретарь райкома», «В шесть часов вечера после войны» режиссер Пырьев, «Два бойца» режиссер Луков, «Валерий Чкалов» режиссер Колотозов. Широкое признание получили исторические фильмы «Богдан Хмельницкий», «Кутузов», «Лермонтов», «Первые серии Ивана Грозного», «Оборона Царицына», «Котовский». Всего в годы войны в СССР было выпущено 102 художественных фильма. «Есмема»» «Но это пока полный «Богдан Хмельниц» «άзем е смыслый из해� tankся Erik и вduкる «изля Hir campo». Продолжение следует...